Иртыша не смогли одержать, смогли взять реванш, а вот сейчас опаснейшая атака бросок и попадает в штангу шайба после броска. Штрафное время Каирова истекает, 20 секунд остается и здорово сейчас прорывается Шантыка, но и Шубович против двоих обыграл соперника и здорово Шубович красиво разобрался в этом эпизоде, проскочил между двух защитников и прицельно в дальний угол Илья Шубович отправил шайбу в ворота. Шайба попадает все-таки, клюшка в лицо соперника, по-моему тут цепляли Рахманова. Рахманов, Михаил, ну что придумает Рахманов и все-таки молодцом действует Сивидов, Иртыш, хороший перевод и фантастический, как же не попадает. Створ в ворот. Ну самое главное, наверное, герой этого отрезка это Сивидов, а тут отличный бросок удался Евгению Каролинскому. Никита Миренков, а тут выход 1-0 и шайба наказывается под Валерием Сивидовым. Легнатенко падает, что там было, но вроде бы судья не показывает, что нарушение, но вновь Сивидов, Сивидов безупречен. Но все-таки Иртыш ранее своего добивается и это сделали шокисты второго звена. В первый раз Иртыш устраивает осаду в ворот Валерия Сивидова. Перевод и все-таки добились своего диагональный пас и на дальней штанге Александр Майер замкнул эту передачу. Чемпионата получит возможность представлять Казахстан в континентальном кубке. Нет, шайба не засчитана. Естественно, капитан команды Евгений Штайгер сразу же едет выяснять причину. А, вот оно как. Вот конька Александра Майера, судя по всему. Удастся ли ему перехитрить Валерия Сивидова и Валерий выходит победителем в этом противостоянии. Алексей Шантыка неспешно набирает скорость. Бросок прицельный и достигает цели. Один из самых техничных хоккеистов в составе Иртыша. Показывает, что будет бросать. И надежда на то, что Сивидов дернется. И в итоге его попытка увенчалась неудачей. То серия заканчивается. Каролинский отличный бросок. Друзья, я вас поздравляю с тем, что Алтай Торпеда серии после матча бросков одерживает победу.